Сегодня общероссийский день библиотек. Праздник важный и значимый, учитывая, какую титаническую работу проводят библиотекари, чтобы приучить современных детей читать книги. Герой нашего сюжета Алексей Кузьмин в этом весьма преуспел. К 25-летнему библиотекарю все обращаются не иначе, как Алексей Германович. Во-первых, в культурных учреждениях так принято. А во-вторых, и в главных, за несколько лет работы он успел заслужить авторитет как хороший специалист. Он всегда умеет находить что-то интересное, необычные форматы для того, чтобы внедрить это в своей деятельности и в обслуживание читателей самого разного возраста. И детей, и молодежи, и, конечно, взрослого населения. Им создан виртуальный альбом, который рассказывает о трудовом подвиге наших земляков, строителей сурского оборонительного рубежа. В детстве Алексей Кузьмин очень любил читать. Посещал сразу несколько библиотек. Он проглатывал книги настолько быстро, что библиотекари поначалу заставляли его пересказывать содержание. Но потом поверили и даже вручили диплом, как самому читающему читателю. Такую же любовь к литературе Алексей постарался привить и младшим родственникам. Когда я учился в институте культуры, я очень часто ездил к детям, к своей сестре, к племянникам своим. И очень любил с ними играть. Как сказать, мы даже с ними, как сказать, разные конкурсы проводили, так скажем, с сестрой. Даже бывало такое, чтобы заинтересовать их тоже читать, писать и развиваться. Алексей и сегодня с удовольствием общается с маленькими читателями. Проводит для них тематические вечера, готовит выставки. Много сил вкладывает в электронное собрание писателей-чувашей детям, создаваемое коллективом Республиканской детско-юношеской библиотеки. Я, конечно, и с читателями сижу, да и занимаюсь, но мы еще выигрываем разные гранты, проекты. А еще Алексей Кузьмин увлекается краеведением и с удовольствием знакомит своих читателей с историей и достопримечательностями малой родины. Он учится в Ульяновском магистратуре по специальности туризм, а свои курсовые внедряет в работу. Именно он создал на платформе Изи Тревел виртуальную экскурсию по Чувашии, которую смотрят не только читатели Республиканской детско-юношеской библиотеки, но и все, кому интересна наша республика. Елена Гальперина, Алексей Зотиков, Игорь Зверев. Республика.